Заглянул ты, значит, такой в автозагрузку твоего пука, а там есть некая программ. Ну что ж, добавляем отображение места расположения этой самой программ. И видим, что называется она UEP-компаньон и находится в Program Files LavaSoft. Причем, обратив внимание, что эти рукозады не смогли даже путь нормально написать, потому что кавычки закрываются сразу после слова программ. Самое забавное, что в этой папке Program Files x86 папки с таким названием просто нет. Почистить список автозагрузки можно, например, через реестр Windows. Переходишь там по вот этому пути и удаляешь этот самый веб-компаньон. Кроме этого, его остатки находятся еще по вот этому пути, и поскольку здесь у нас Windows 64-битной версии, они также могут находиться еще и вот в этих разделах реестра. После удаления всех этих ключей перезагружаешь компьютатор, и этот самый программ пропадает из списка автозагрузки. Но откуда вообще взялся этот UEP-компаньон? Ты же его не устанавливал. Откуда он, сука, взялся? Ну, как не устанавливал? Скорее всего, ты пользуешься U-торрентом. Я знаю, что на самом деле буква M.U., но мне привычнее называть его U-торрентом. Эта программа зашкварилась уже очень давно, много лет назад, и почему-то, когда об этом вот прямо говоришь школьникам, единственная альтернатива, которая возникает у нее в голове, это MediaGet. Там ведь интерфейс такой приятный, и можно смотреть кино, пока оно качается. Ну, в общем, ни U-торрент, ни MediaGet не являются нормальными торрент-клиентами. Нормальными торрент-клиентами являются, например, Qubit Torrent, который по интерфейсу практически не отличается от U-торрента, либо, ну, например, Transmission. Ну да неважно, зашкварность U-торрента начинается вот прям с момента его установки. Во-первых, он тут же сходу предлагает тебе подписаться на платную UEP-версию U-торрента. Сделана она на базе флэш-плеера, и флэш-плеер уже как бы не поддерживается. Помимо этого, U-торрент, разумеется, пытается заработать, подначивая тебя устанавливать всякие говнобраузеры, типа хуяндекс-браузера или жоперы. И, собственно говоря, помимо этого, U-торрент предлагает установить тот самый UEP-компаньон. И чтобы замылить тебе глаз, все это выглядит, как будто ты принимаешь соглашение на установку самого U-торрента. На самом деле, ты устанавливаешь этот самый UEP-компаньон. Соответственно, не соглашайся на установку этого UEP-компаньона, и все будет нормально. О том, как его вычистить, я уже рассказал. Ну и в целом, задумайся, а нужен ли тебе U-торрент. Потому что новые бесплатные его версии, по сути, являются рекламной витриной. И рекламируется там вот самый зашквар, какой только можно. Казино Вулкан? Серьезно? Казино в 2020 каком там уже году рекламировать? Ну это просто вот зашквар ниже Плинтуса. И кстати, подобная реклама особо никогда и не была разрешена, но теперь уж точно запрещена в этих ваших интернетах. Если само по себе скачивание торрентов, но при этом не пиратского контента, не является противозаконным деянием, ну например, официальные дистрибутивы Линукса очень часто распространяются через торрент, то реклама казино является. Я Блок Ютуба. Лайк подпиской и патроны. Лайк подпиской и патроны.